Здравствуйте друзья, я приветствую вас на своем канале, пару дней назад я обрабатывал чугунные сковородки льняным маслом, теперь хочу провести эксперимент, вот сковородка которая была совершенно ржавая, я ее три раза обработал льняным маслом и теперь я хочу на ней пожарить блины, посмотрю как она будет себя вести, ну заодно думаю и другим будет интересно, вот я ее поставил разогреваться, берем поверхность протираем салом, старым бабушкиным методом для блинов это лучший вариант, смазать салом и сковородка будет себя очень хорошо вести, ну пробуем тесто еще густоватое, мы посмотрим что с него получится ну в общем то даже первый блин не пристал, при том что не тесто было не испробовано еще, его просто так на глаз намешал и все, и вот сковородка так себя прекрасно ведет это то что я и говорил, старинная тонкостенная сковородочка, прямо на ней блинчики будут отличные, вот теперь она подтвердила мои предположения, надо будет немного разбавить тесто, чтобы оно жиже было, чтоб половника в тонкий слой эту сковородку не хватает, прям залить и будет все отлично ну вот такой получился блинчик, тесто я немного разбавил, чтобы было жиже, проверяем второй раз ну посмотрим что будет начинка к блинчикам уже готова, это фарш пожаренный с луком и вот сейчас будут блинчики смотрим что получается вот совершенно прекрасно блин отстал, нежнейший вот наглядное доказательство того, что эта система работает, что метод хороший, удачный создается хорошее антипригарное покрытие после такой обработки вот такой получился блинчик ну что, пробуем третий раз, уже чтобы закрепить после многих лет хранения в сырости, вся эта сковородка была в ужасном состоянии вся была обросшая гарью, вот после такой обработки с первого раза сковородка себя ведет прекрасно и больше ей делать ничего не надо что вот в этих чапельниках не очень удобно, что он полностью из алюминия очень теплопроводный материал, на сковородке оставлять его нежелательно он очень быстро нагаляется, поэтому что плохо, каждый раз его приходится снимать и опять вставлять лучше такую штуку брать с деревянной ручкой третий блинчик ну что, сковородка и покрытие показывают себя с самой лучшей стороны прекрасно работает все и вот у меня маленькая сковородочка, которой я всегда пользовался до этого момента вот такой вот чапельник этот более современный, он уже закусывает сковородку и что здесь хорошо, вот у него уже пластиковая ручка, она не нагревается вот получился блинчик, я думаю кому-то будет это полезно vogué парка не 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 Продолжение следует...